Всем большой привет! С вами Даша. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас всех видеть. Сегодня вашему вниманию я предлагаю очень быстрый и очень легкий способ, как сделать вот такую голливудскую волну, такую красивую укладку. И данный способ займет у нас буквально 5 минут. И если вам интересно, то продолжайте смотреть. И я желаю вам приятного просмотра. Итак, для красивых локонов нам понадобятся волосы, нам понадобится расческа, нам понадобятся желательно руки из того места, но тут уж как повезет. И, конечно же, утюжок. У меня это утюжок от бренда Philips, называется он Moisture Protect. И, в общем, на самом деле, мне кажется, что секрет красивых локонов именно в этом утюжке. Я не буду ничего закалывать на своих волосах, я просто буду брать довольно-таки большие пряди. Первая прядь у нас будет от лица, я ее расчесываю и я начинаю накручивать ее именно от лица. То есть, я захватываю ее где-нибудь здесь и просто протягиваю утюжок, перекручивая данную прядь. Вот такой локон у нас получается. Очень надеюсь, что я была в фокусе, очень надеюсь, что вам было меня видно, потому что у меня тут стоит зеркало, я, в общем, смотрю в него. Следующую прядь мы тоже возьмем от лица и тоже накрутим ее в противоположную сторону, опять же, закручивая утюжок вверх. То есть, берем прядь, перекручиваем и не сильно сжимая утюжок, вот это если попадается, это плохо, начинаем ее тащить. Опа, смотрите. Почему я говорю, что весь секрет в утюжке? Потому что, сейчас одну минуточку еще скажу, для того, чтобы пряди не сбивались в одну сплошную волну, я буду чередовать их по очереди, закручивать то наверх, то вниз. То есть, то от лица, то к лицу. Вот эту прядь следующую я буду закручивать в лицу. Вот эту прядь следующую я буду закручивать к лицу. Почему я говорю, что секрет накрутки именно в утюжке? Данный утюжок мне не подарили, а просто компания Philips мне предоставила его на месяц-два на тестирование, чтобы я его попробовала и высказала свое мнение. У меня есть утюжок от компании Babyliss, который очень дорогой, от Babyliss Pro, который я, в общем, когда-то покупала. И хочу сказать, что я не очень довольна этим утюжком от Babyliss, потому что, когда я им пользуюсь и пытаюсь накрутить свои локоны, у меня волосы прилипают и застриют в утюжке. И я всегда очень сильно чувствую, что волосы действительно какие-то потом поврежденные, какие-то сухие. И, в общем, мне нужно их восстанавливать. С этим же утюжком, во-первых, я этого не чувствую, потому что тут есть вот эта функция увлажнения. Тут можно нажать кнопочку, которая будет способствовать тому, что волосы будут увлажнены. И они не будут пересушиваться. И плюс, конечно, то, что он очень гладкий, и ни одна прядь в нем не застреет, и прядочки очень-очень хорошо скользят. Вот, ну, как вы можете видеть, нигде мы не застреем, мы просто скользим утюжком по волосам. И все, в общем, хорошо накручивается. И также, что мне нравится, что он не слишком сильно нагревается, за счет этого мне не нужна какая-то там перчатка, еще что-то для использования. Я просто его спокойно могу взять за вот эту зону, где щипцы, вот как сейчас вот тут я пальчиками ухватилась. И, в общем, я не обжигаю свою руку. Вот, единственное, что я слишком далеко взяла, и прядь выпала из пластин. В общем, видите, я могу спокойно держаться пальцами за прядь, и, в общем, мне не горячо. В своем утюжке Babyliss я не могу спокойно держаться пальцами за прядь. Мне нужно одевать какую-то перчатку, которая, кстати, в комплекте не идет к нему. Вот, потому что мне очень горячо, и реально можно обжечь пальцы. А с этим утюжком нету такой проблемы, чем он мне, конечно, и безумно понравился. И очень жаль, что компания Philips мне его не подарила. Я была бы счастлива такому подарку. Ну что, и осталось у нас по последней прядочке. Ну, тут, наверное, я разделю все-таки на две, потому что еще довольно широкая. И я уже рассказывала в одном из своих видео, что у меня задние волосы почему-то очень-очень плохо крутятся. Не знаю, в общем, с чем это связано. Были они слишком гладкие. Вот. Что, последняя с этой стороны прядь. Забыла, в какую сторону мы крутили. В общем, накрутим вверх. Так, я думаю, что если будет две пряди подряд в одну сторону, ничего такого сверх страшного не произойдет. Все. И вот здесь последняя прядь. Тоже я ее беру. Все. Я вижу на таймере, что у нас ровно пять минут. Я ничего не вырезала. Я ничего не меняла. Видите? Конечно, с одной стороны, хорошо обладать тонкими волосами, потому что вы берете буквально десять прядей со всей головы, и вы уже накрутились. Все. Потом я пальчиками разбираю свои волосы, для того, чтобы это не были такие, знаете, букли в моде, которые были в 80-х и в 90-х. Нам это не нужно. Нам нужна просто легкая волна. Я реально не чувствую, что мои волосы там какие-то пересушены. Я реально ощущаю, что они очень живые, очень красивые, очень блестящие. Я не знаю, виден вам этот блеск или нет. Кстати, как у меня хайлайтер блестит. Вот, на волосах. Но, действительно, волосы очень блестящие, очень гладкие. Рецепт мега простой. Пять минут, красивые, шикарные локоны. Конечно, я не советую использовать эту прическу на каждый день, потому что, все-таки, какой бы замечательно не был утюжок, и как бы он не относился бережно к вашим волосам, но все-таки он их может повредить. Но, тем не менее, пару раз в неделю, я думаю, что запросто можно пользоваться данным утюжком. Если, конечно, вам хочется, можно и каждый день, но я бы лично пользовалась не чаще, чем пару раз в неделю. И, как вы можете видеть, в общем, очень быстро, очень легко и очень просто у нас получаются шикарные голливудские локоны. Так что, да, спасибо огромное компании Philips за то, что она мне предоставила возможность познакомиться с данным чудо-прибором. Я им действительно довольна, он мне действительно нравится. И, кстати, тут очень удобно, что он защелкивается и закрывается. Допустим, мой утюжок от Babyliss, он не закрывается, он все время остается в раскрытом состоянии. Кстати, для того, чтобы я не была голословной, я вам все покажу. В общем, это утюжок, не знаю, если тут модель написана. Нано-титаниум, масс-стайлер. В общем, да, тоже он такой полукруглой формы, профессиональный утюжок. Тут, по-моему, турмариновые, упала косметичка, пластины, которые вращаются, крутятся. Но, тем не менее, когда я пытаюсь делать накрутку данным утюжком, у меня частенько застреют пряди в нем. И приходится их вот так вот протаскивать, либо вообще распускать утюжок и заново крутить прядь. И, действительно, я чувствую, что мои волосы после использования его пересушены. Поэтому я довольно редко им пользуюсь, хотя я его купила и отдала за него немаленькие деньги. А данный утюжок мне, действительно, очень нравится, потому что он крутой. Он, вы видели, за 5 минут делает сам всю работу. Вот, и волосы совершенно не пересушивает, совершенно не портит. Тут есть вот такая клавиша-капелька, которую можно нажать, и у вас будут волосы увлажненные. То есть, это, как я понимаю, режим, чтобы волосы не теряли влагу. Также есть разные температурные режимы. Можно поставить на 200 градусов, на 175 и на 150. Я пользуюсь на 175. Мне этого хватает с головой. Он моментально нагревается, я не знаю, буквально, я не знаю, 10 секунд, наверное. Как я уже сказала, закрывается. Babyliss не закрывается. Вот, вращается у него шнур. Есть петелька, можно повесить ванной на крючок. И, конечно, дизайн белый с розовым золотом. Очень красиво смотрится. Мне лично нравится. В общем, да. При том, что я не люблю золото, но данный дизайн мне очень-очень нравится. И, кстати, этот утюжок, если я не ошибаюсь, выиграл какую-то награду. В общем, я не буду умничать. Я не маркетолог. Но, да. Дело было. Все. Очень надеюсь, это видео вам понравилось. Очень надеюсь, оно было для вас полезно. И, как вы можете видеть, действительно, никакого обмана. Супер быстрая укладка, которая очень классно смотрится. Очень объемно, очень блестяще, очень живо. И, в общем, если вам понравилась моя укладка и понравился этот сумбурный обзор, то ставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Увидимся в следующих видео. Всех люблю. Целую. Пока-пока.